Итак, многие задаются вопросом, является ли курение грехом или просто обыкновенной вредной привычкой, которая не имеет никакого отношения к духовности. Но сразу я должен вам сказать, что нет такого действия, которое не имело бы обленную духовную подоплеку. И если мы говорим о курении, то, безусловно, мы видим, что здесь присутствует и некая греховность. Но сначала давайте разберемся с тем, что же такое является грехом. Грех переводится с греческого амортео, что означает непопадание в цель, промах. А что значит промах? Это действие, которое не приносит желаемого результата. То есть приносит не пользу человека, его душе, его духу, а наоборот наносит какой-то вред. И в этом плане, конечно, курение является грехом. Потому что оно наносит вред и духовному состоянию человека, и психическому, и физическому его состоянию. Но на сегодня мы давайте сами остановимся на том духовном вреде, которое может принести курение. Мы с вами знаем, что всякое вещество, оно имеет особое предназначение, часто в том числе и духовное. Мы с вами знаем, что ладан воскуряется Богу, благовоние. И одновременно мы с вами знаем, что табак часто в народе называется чертом зельем. И недаром на иконах мы видим дьявола, у которого из ноздрей исходит дым и огонь. Часто мы видим людей, которые слухают дьяволу, рок-музыкантов, которые поклоняются сатане, которые являются на сцене в дыме, в огне, в тумане, которые возникают из этого дыма как такового. Но, наверное, мы знаем с вами не при мистической практике, такие практики, как практика вуду африканских холдунов, или, например, практика сибирских шаманов, которые при биосообщении обязательно используют табак, наравне с другими наркотическими веществами, для входа в состояние, которое обеспечит им контакт с миром падших духов. Но и само назначение табака с древних времен играло роль оккультную. Мы знаем, что древние индийцы, выкуривая так называемую трубку мира, одновременно призывали духов быть свидетелями их пакта и заключения о мире. Но дело в том, что как раз табачным-то дымом они и подкарывали так называемых духов-помощников, и совершали своеобразное жертвоприношение им как таковое. Давайте с вами обратимся к практике современного шаманизма, который практикуется в Сибири. По данным исследователя шаманизма Мазина, шаман во время калмания, то есть сначала все без сообщения, искурить трубку табака и потом этим дымом табачным подкармливать так называемых духов-помощников, которые в дальнейшем будут сопровождать его по культному путешествию в итие мира падших духов. Если мы обратимся к практике африканских культунов, племени Вуду, то опять же мы видим, что перед колдовскими ритуалами они курят табак, смешанный с разными естественными наркотиками, которые помогают им войти в такое состояние, когда их душа открыта для мира падших духов, когда они их видят, слышат и входят с ними в общение. Долгая работа в антинаркотическом центре показала, что большинство наркоманов, да не только большинство, а все 100% наркоманов обязательно курят. И статистические данные показывают, что человек, который курит, в 100 раз становится чаще наркозависим, чем человек, который не употребляет это зелье. То есть мы с вами видим, что курева – это шаг в сторону мира падших духов. Что курева имеет негативный, отрицательный духовный компонент. Что оно открывает человека для контакта с миром падших духов в той или иной степени. А некоторые могут задаться вопросом и спросить, ну а как же тогда курят некоторые афонские монахи, или даже говорят, что сам царь-мучник Николай II курил и употреблял это табачное зелье. Но здесь мы с вами сразу должны оговориться. Что касается царя-мучника, страта-теца Николая II, то он был колонизирован не за то, что курил или не курил. Он был колонизирован за свой мученический подвиг, за Россию, за народ, во имя своих высоких духовных идеалов. Он не является преподобным аскетом, монахом, который угодил Богу именно своим аскетическим житием. Он является мучником за веру и за народ, и при этом мог иметь некоторые недостатки, и в том числе и курить. Но это совершенно не оправдывает курение как таковое. Думаю, что если бы он был далек от этой греховной привычки, то, так сказать, свят все был, от этой нисколько не пострадало, а наоборот бы, так сказать, еще более и укрепилось. Что же касается некоторых монахов, которые курят, ну что ж, некоторые монахи пьют, а некоторые монахи блудят. Что ж, все люди могут быть причастны к греху в той или иной степени. Но того, что причастны к ним, к этому греху, люди, духовное знание вовсе не оправдывает эту греховную наклонность как таковую. Если они курят, то делают очень плохо. Им предстоит еще немало поработать над собой, чтобы избавиться от этой зловреднейшей привычки. Но представьте себе, может быть, это будет звучать даже несколько и, так сказать, богохульно. Может ли вы представить себя Христа курящего? Да никогда в жизни. Может ли вы представить себя святых апостолов, которые, собравшись вместе на молитву, распурят цигарку? Да никогда. А вот что они вознесут молитву, что они вознесут фамиам в ходили бога, мы с вами легко и ясно можем себе представить. Поэтому курение, безусловно, является своего рода грехом, дурной духовной привычкой, к которому нет оправданий. И человек должен, если он страдает этим, всячески стараться, избавиться от этого греха, а ни в коем случае не оправдывать его. Аминь.